До конца нынешнего года в Хабаровске планируется завершить четвертый этап реконструкции набережной и передать ее в эксплуатацию. Объект строится в рамках нацпроекта туризма, нацпроекта туризм и индустрия гостеприимства. Отрезок от Уссурийского бульвара до улицы Советской в районе яхт-клуба оказался затратным и сложным. Сдать его собирались еще в 2021 году, однако завершению мешали периодические паводки. Высокий уровень воды не позволял проводить необходимые работы по нижним отметкам набережной. То, что, возможно, делали в холодное время года. Сейчас подрядчик ведет земляные работы, усиливает защитную шпунтовую стенку второго яруса набережной. В настоящее время техническая готовность объекта составляет 71%, строительная – 78%. Срок завершения строительно-монтажных работ по условиям гонсконтракта – ноябрь 2024 года. Предстоит провести дно углубительной работы в акватории яхт-клуба, чтобы сюда могли подойти сюда, к причалу. Однако прогулочную зону набережной собираются открыть для посетителей уже этим летом. Вместе с тем уже идет подготовка до долгожданного объединения набережной на участке от речного вокзала до Броскамола. После соединения отрезков Хабаровская набережная станет одной из самых протяженных в России. Эти масштабные работы также разделены на этапы. Проект включен в мастер-план Хабаровска. Разработку проектной документации по всей объединенной набережной планируется завершить 1 сентября. Скоро начнутся работы по первому из них. Это участок от Усурийского бульвара до территории объекта Муфы до Канал. О текущих работах по реконструкции, планах объединения набережной поговорим с нашим гостем. Студия Алексея Дубов, министр строительства Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Алексей Сергеевич, доброе утро. О реконструкции набережной мы уже долго говорим, уже 10 лет. Больше уже. Больше с момента крупного наводнения 2013 года. С чем это связано? В чем причина? В масштабности, в сложности работ? Четвертый, потому что этап оказался самым трудным, самым сложным, как показалось нам. Ну да, вы все правильно сказали. Действительно, центральная набережная состоит из четырех этапов. Я напомню, что первые три этапа, они были отреконструированы по результатам наводнения 2013-2014 годов. Это период 2016-2018 годов. Значит, с 2019 года приступили к реконструкции четвертого заключительного этапа. Он действительно самый капиталоемкий, потому что устройство этого участка включает в себя и причальные сооружения. Там достаточно большое количество трудоемких работ, связанных с переустройством городских трубопроводов. Это канализационный коллектор, это система водоснабжения. Поэтому действительно работы масштабные. Ну и, безусловно, то, о чем вы сказали, это череда наводнений, которые, к сожалению, сопровождалось в период строительства данного объекта. Несколько раз даже в несколько годов вводились в режиме чрезвычайной ситуации. Безусловно, это препятствовало строителям своевременно закончить строительство объекта. А вот техническая готовность объекта, да, мы озвучили 71%, строительность 78%. Ну да, я просто поясню, это наши термины строительные, да. Техническая готовность, она измеряется стоимостью всего проекта, а строительная готовность — это стоимостью контракта с генподрядной организацией. Вот, действительно, вы все правильно сказали. Работы основного периода, они, в принципе, конструктива, как мы его называем, они на объекте завершены. Да, нам потребовалось устранить ряд отклонений по трубошпунту, потому что водная стихия, к сожалению, повлияла на него негативно. Вот сейчас мы завершаем работы по усилению грунтовыми тягами. И, в принципе, данные работы практически уже завершены. Идет обратная засыпка, и в мае месяце мы, собственно, планируем уже приступить к вопросам благоустройства набережной. Так, благоустройство набережной и откроется, будем надеяться, что лето, может быть, уже для прогулок набережная. Надеемся, может быть, есть уже точные даты, и когда для судов тоже откроется наш участок. Ну, смотрите, благоустройство, безусловно, надо выполнять в теплый период времени, да, то есть должна произойти атака грунтов. Вот, как я озвучил, с мая месяца подрядная организация к этим видам работ приступит. Планируем, что в августе они будут завершены. Это позволит действительно всех горожан, туристов города допустить уже на объект набережной. По поводу судов. Суда можно допустить после проведения дновугубительных работ. Достаточно большой объем выемки грунта предполагается для того, чтобы в акваторию яхт-клуба могли заходить суда типа Василий Паяхков. Вот, эти работы будут выполнены ближе к сентябрю, и после ввода объекта в эксплуатацию причальное сооружение будет готово принимать и суда. Там сильно все внешне поменяется на набережной? Ну, потому что, честно говоря, пока еще не очень понятно, потому что там все в технической пока готовности. Как сильно все поменяется? Вы знаете, на самом деле будет сохранен общий архитектурный стиль первых трех этапов. То есть будут и велодорожки, и тротуарное покрытие для пешеходных зон, и две малые ротонды, одна угловая, одна на стыке третьего и четвертого этапа с лестницами для спуска на нижнюю террасу, нижняя терраса, освещение. Поэтому традиционная классическая Хабаровская набережная будет продолжена вот этим речным фасадом. Знаете, я каждый год хожу, вот сколько там четвертый участок делают, наблюдаю, очень сильно жду, чтобы это открылось все. И воюю, честно говоря, с теми хабаровчанами, которые ходят и щеки дуют, что почему так долго, все понятно, почему так долго, вроде бы разумным людям. Мы вот 10 лет уже живем в условиях высокой воды, и вот в этих условиях пока идет, например, какие-то другие основные работы, новые участки. Приходится ли к старым участкам возвращаться? Ну, вы знаете, да, безусловно, эксплуатирующие организации устраняют те недочеты, которые возникали в период высокой водности Амура. Были отдельные просадки, в том числе в районе Ротонт. Слава богу, эксплуатирующие организации оперативно реагируют. Понятно, что есть много вопросов к проектному решению по террасной доске. Вы видите, что на сегодняшний день она демонтирована. Мы, как строители, учли эти недочеты. Проектная организация в период проектирования не ожидала, что такое количество наводнений будет, и, безусловно, требовалось более устойчивое техническое решение. Мы отказались на четвертом этапе уже от террасной доски, и там будет бетонное покрытие. А вот еще мечта жителей города, это чтобы объединили набережную с ареной Ерофей, чтобы вот эти прогулки вдоль Амура. На каком этапе вообще эти планы, насколько они реализуемы, какая протяженность составит и когда ждать? Вы знаете, это флагманский проект Михаила Владимировича Дегтярева, губернатора края. Активно мы этим вопросом занимаемся. Вы все верно отметили, что он включен в мастер-план развития Хабаровской агломерации. Значит, этот этап достройки набережной будет состоять из трех участков. Пятый, шестой, седьмой. То есть, по сути, он продолжен центральную набережную и соединит дамбу южного округа Хабаровска, которая протяженностью 5,5 километров, вот центральной набережной. Значит, пятый этап мы уже закончили проектированием. Это участок 350 метров от территории Речного вокзала до территории Горводоканала. Сейчас этот участок уже проходит экспертизу. Значит, участок 1,3 километра от пятого этапа до Борскомола, до устоев заградительного сооружения. И пешеходный мост, который, собственно, соединит дамбу южного округа, вот с набережной, это седьмой этап. Шестой, седьмой этапы, они также находятся в проектировании до конца года. Все проектные работы по шестому и седьмому этапам будут завершены. Ну, а мы сейчас параллельно с проведением экспертизы пятого этапа занимаемся вопросами определения источников финансирования. И задачу, которую поставил губернатор в этом году, приступить уже к реализации. То есть, уже стройка начнется в этом году? Планируем, что эта стройка начнется в этом году. И действительно, мы должны будем получить самую протяженную речную набережную на территории Дальнего Востока и Российской Федерации. Там каким-то образом в мастер-плане предусмотрено развитие территории дамбы? Безусловно, мы планируем ее привести к состоянию набережной. Сейчас это гидротехническое сооружение, которое выполнено просто в бетоне. И, к сожалению, федеральный закон о строительстве гидротехнических сооружений не позволяет нам за те источники финансирования обеспечить ее благоустройство. Есть эскизный проект, который в свое время выполнила администрация города Хабаровска. И в рамках создания единого архитектурного стиля мы посупимся экрализации этого проекта. Если можно, последний вопрос. Много споров идет. Если нам не будет мешать погода и вода, то в каком году соединятся два участка набережной? Сейчас однозначно нам не сложно ответить на этот вопрос. Но я думаю, что это перспектива вот этих ближайших пяти лет. Прекрасно. Дождемся. Спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Дубов, министр строительства Хабаровского края.